Бла-бла-бла, Балабол Ньюс Новости Я упертый баран И я буду говорить с вами только о добром И о хорошем И о чем угодно, что взорвало мне мозг И чего мое тело трепетало от восторга Я покажу вам совершенно другой мир Поехали Ребята, я никак не могу успокоиться По поводу летающих аппаратов будущего И вот еще один шаг к этому чуду В Норвегии в прошлом году Спустили электрический паром на воду И теперь в этой стране взоры направлены в небо По словам Дага Фальк-Петерсена Главы операторов аэропорта Авинор В 2040 году все самолеты Норвегии Ближнемагистральных рейсов Будут летать на батарейках То есть будут электрическими Все, конец топливной авиации Наконец-то природа вздохнет И все авиаперелеты не будут проблемой для климата Прошлым летом Авинор уже купил свой первый электрический самолет И планирует объявить тендер На испытание коммерческого маршрута На данном самолете с 2025 года Вслед за Норвегией Европейская авиакосмическая компания Airbus Объявила о планах про заработки Гибридно-электрического авиалайнера Демонстрационную модель Которую будет представлена уже в этом году А лоукостер EasyJet Объявила, что она также работает Над созданием полностью электрических самолетов Для ближних магистральных рейсов И данный проект будет запущен в течение 10 лет И я уверен, что за этими небольшими гигантами Подтянутся и все остальные И как бы некоторым олигархам и тому подобным людям Не было пофиг на все Они все равно будут рано или поздно Вынуждены инвестировать свои деньги В разработку таких вот вещей Так как мы живем на одной планете И она уже потихонечку начинает трещать по швам И нам всем уже нужно как можно быстрее отказываться От всего ископаемого топлива Жить-то всем хочется И как ни говори, хочешь ли ты этого или не хочешь Но о планете нужно начинать заботиться прямо сейчас Бежать пока некуда А авось вряд ли тут прокатит Наконец-то Наконец-то кто-то начал думать о людях Которые по тем или иным причинам Не имеют полностью функциональный тел Я сейчас говорю о инвалидах А именно говорю о их средствах передвижения То есть о инвалидной коляске И это реально большое событие Так как конструкция инвалидной коляски Мало изменилась с момента изобретения в 18 веке Но теперь группа молодых швейцарских новаторов Изобрела новое революционное мобильное устройство для инвалидов Их инвалидное кресло будущего Под названием Сцео Скео Скео Короче не знаю как его произносить Оно пишется вот так Так вот Это кресло может подниматься по лестнице Без каких-либо специальных конструкций С помощью выдвижных резиновых гусениц Позволяя пользователям добраться до мест Которые раньше были недоступны Коляска поднимается по лестнице задом наперед А спускается вниз в переднем положении Также у коляски есть несколько новинок Или так скажем апгрейдов Например пользователь может управлять этой коляской Всего лишь только перемещая вес тела в нужном направлении А самое главное что эта коляска никогда не прокинется Разработчики надеются что с созданием данной коляски Люди будут смотреть на пользователей Цитирую С уважением и восхищением А не с жалостью Это просто здорово Великолепно Так как нужно заботиться о всех людях нашей планеты Это очень важная вещь Которая сделает наш мир чуть-чуть теплее и светлее Коммерческий запуск данного чудо на колесах Запланирован на середину 2021 года И я очень надеюсь Что данная коляска будет доступна Всем инвалидам А не только богатеям Как же я люблю эти сказочные истории Про жизнь, идеи и изобретения Никола Тесла Я его фанат И жду когда же человечество Найдет безвредный Бесконечный И бесплатный источник энергии И научится им пользоваться Я понимаю что его идеи и изобретения По сути сейчас является фантастикой Но ведь идеи-то у него были просто офигительные И всегда думал Почему же на нашей планете не находятся людей Которые бы хотели попробовать воспроизвести подобное Ну или хотя бы Людей, у которых есть деньги, желания и возможности сделать это Ведь прошло уже более 100 лет А как показывает практика В наше время сейчас изучает именно то Что было когда-то давно придумано А в то далекое время не получилось это сделать Ну по всяким разным причинам Например либо не было средств и возможностей Либо не хватало знаний Либо тупо эта идея и изобретение Мешала чему-то бизнесу Хотя о чем я говорю Сейчас по сути происходит то же самое Люди не меняются Но в наше время Все-таки новые технологии Новые идеи и новые разработки Появляются довольно часто А это значит У наших людей появилось больше свободы А это очень хорошо И вот случилось невероятное Новозеландская энергетическая компания PowerCo Решила инвестировать проект местного стартапа Emirates Этот проект предусматривает Беспроводную передачу электроэнергии Между приемником и передатчиком На расстоянии прямой видимости А это на самом деле Могут быть десятки километров Компания Emirates разработала Уникальный прототип приемника И передающей станции А еще у них уже готов второй прототип И вскоре начнутся Лабораторные испытания данной системы А потом пойдут и полевые Сначала без проводов планируется Передать ток мощностью до 2 киловатт А потом эти мощности многократно увеличатся Заявлено, что за счет новых Радиопоглощающих материалов КПД приемной антенны Доведена до 100% А КПД передающей системы Приближается к 70% За безопасность работы системы Будут отвечать лазеры с датчиками Это на случай, если, скажем Линию передачи электроэнергии Будут пересекать птицы, дроны Либо вертолеты И что угодно То есть при пересечении лазерного луча Сработает датчик И электроэнергия прекратится Короче, технологию придумали Реально крутую Но тут стоит задуматься Вот о чем Не будет ли данная компания Данный проект Атакован кучей критики Или, извините, заражение Потоками говна Из уст власт Имеющих людей Занимающихся энергетикой Как это было, например, с Илоном Маском Когда он только начинал А все почему? Да потому что Данные идеи, технологии, разработки По чуть-чуть Но уничтожают бизнес Людей, который связан С ископаемыми источниками энергии Но руководители компании Гениальные люди Они очень умно Обошли эту проблему Так как в идею данного стартапа Заложено то Что данная технология Будет использована в таких случаях Как, например Ремонт электролинии электропередачи Либо при авариях На линиях электропередачи Чтобы у жителей Всегда была подача электроэнергии в дом Ну или данная технология Может быть использована В тех местах Где нельзя По каким-либо причинам Ставить линии электропередач Либо невозможно это сделать Либо в каких-то труднодоступных местах Этакие шавунишки Нашли все-таки нишу Чтобы вернуть болтик В наше будущее И это здорово Это как раз путь Чтобы изучить что-то новое Чтобы придумать Какие-то новые уникальные технологии И кстати Если вдуматься в то Во что верил Тесла То в этом есть смысл А он утверждал Что энергию Возможно черпать Из нашей Вселенной А наша Вселенная Состоит из постоянно Движущихся элементов Планет Комет И так далее А движение Это энергия Возьмите хотя бы Частную ситуацию Возьмите просто Нашу планету Вы просто представьте Какая колоссальная энергия Скрыта в движении Нашей планеты Вот если вы Придумаете Как подключиться В эту розеточку То человечество Навсегда бы забыло О том Что такое нефть И любые другие Ископаемые Энергоресурсы Это настолько примитивно Что добычей этих Ископаемых Никто даже Не стал бы заниматься А электричество Было бы в избытке У каждого человека И доступно В любой точке Нашей планеты На этом все Ставьте лайки Подписывайтесь Жмите колокольчик И комментируйте Все ссылочки Найдете внизу Мечтайте И фантазируйте Вместе со мной Пока Субтитры сделал DimaTorzok